В те далекие времена, когда не было еще ни земли, ни неба, во вселенной царил хаос, и была она в форме яйца. И появился тогда Паньгу. Время шло, Паньгу рос. Наконец мир хаоса уже не мог вместить его и лопнул. Наконец мир окреп, силы Паньгу иссякли, он упал и умер. Последнее дыхание великого Паньгу породило ветер и облака. Глаза стали солнцем и луною. Туловище, руки и ноги превратились в высокие горы. Волосы стали звездами на небосклоне. Кожа травой, цветами и деревьями. Так начался новый мир, богатый и прекрасный, где зародилась первая жизнь. В пустынном и безмолвном мире великая богиня Нюйва страдала от одиночества. Однажды, скучая, она взяла горсть желтой глины, смочила ее водой и вылепила маленькую фигурку. Как только она поставила ее на землю, фигурка ожила. Нюйва обрадовалась и назвала ее Жень, человеком. Чтобы продлить человеческий род, Нюйва решила соединить мужчин и женщин. Вступая в брак, они сами продолжали свой род и воспитывали потомство. Так и стали жить люди. День ото дня их становилось все больше и больше. На радость людям богиня Нюйва создала Шэнхуан. Музыкальный инструмент, наполнивший жизнь музыкой. Но однажды случилось страшное. Затряслись земля и небо и пошли трещинами. На небесах появились дыры, а земная твердь и вовсе разрушилась. Горы полыхали огнем, долины затопило водой. Несчастным людям грозила погибель и от стихии, и от полчищ разыгравшихся хищных зверей. Встревожилась богиня Нюйва. Взяла она меч и сразилась со злым черным драконом. Победив его, Нюйва прогнала хищных зверей, чтобы они больше не пугали людей и не грозили им смертью. Собрав груду волшебных пятицветных камней, Нюйва расплавила их на огне и кипящим зельем залатала все небесные дыры. Справилась она и с пожарами, и с потопом. Чтобы небесная твердь больше не тряслась и не трескалась, Нюйва поймала огромную морскую черепаху с головой дракона и, отрубив ей лапы, поставила их с четырех сторон земли поддерживать небо, как шатер. Так повсюду вновь воцарилось спокойствие. Благодаря заботам великой богини Нюйва, люди вновь стали жить в мире и радости. Тогда решила она отдохнуть и удалилась в небесный дворец. А род людской из поколения в поколение стал чтить свою прародительницу, богиню Нюйва, благодаря ее за создание людей и спасение мира. Субтитры создавал DimaTorzok